Подготовка к 74-й традиционной областной легкоатлетической эстафете в Ульяновске идет непрерывно. На дорогах областного центра уже нанесена разметка, которой обозначены этапы забегов. Старт и финиш эстафеты пройдут по традиции на главной площади региональной столицы. За все годы ее проведения на маршруты областных забегов вышло свыше миллиона человек. В 2017-м областная эстафета посвящена сразу двум событиям. Грядущему первому фестивалю национальных видов спорта и игр государств участников СНГ и столетнему юбилею газеты «Ульяновская правда». При всей приверженности традиции на этот раз порядок эстафет районные, а следом региональные из-за ненастной погоды впервые пришлось изменить. 29 апреля пройдут забеги областные, через неделю муниципальные. То, что касается школьных забегов, вот всегда очень много вопросов вызывает, как формируются школьные забеги, их самые многочисленные. У нас практически три забега школьников. То по итогам прошлой областной эстафеты формируется, создается рейтинг. И по вот этому рейтингу команды, занявшие первые 30 мест, стартуют в заключительном забеге и так далее. Забег школьников – это принципиальная спортивная борьба между учебными организациями. Команды, которые всерьез претендуют на первое место, тренируются на протяжении всего года. Итоги эстафеты обсуждают еще долго после финиша, разбирают и исправляют свои ошибки. Немаловажную роль играет момент передачи эстафетной палочки. Малейшая оплошность и спортивный снаряд выпадает из рук, а значит, драгоценные секунды будут потеряны. Здесь могут быть большие сбои. Если этот момент не отработан тщательно, то на передаче можно терять большое количество времени. Поэтому все команды уделяют этому элементу значительное внимание, большое внимание. Если команды равные и передача эстафет отработана, то она будет иметь преимущество значительное. Помимо традиционных забегов, которые проходят десятилетиями, организаторы ежегодно стараются привнести в эстафету нечто новое. Так, в 2017-м на старты малого круга выйдут команды национальных общин 73-го региона. Им предстоит пробежать тысячу метров. Аналогичный маршрут составлен для команд фитнес-центров губернии и выпускников эстафет. Тематический забег для представителей средств массовой информации несколько меньше. Журналисты-спринтеры пробегут стометровку. Артем Петров, Олег Тончин, репортер 73.